Эти куклы-неразлучники. Их дарили на свадьбу, чтобы люди не разлучались. Ангелина с народной куклой познакомилась всего несколько месяцев назад, но уже смастерила целую коллекцию. Ничего сложного в изготовлении нет. Несколько кусочков разноцветной ткани, шнурочки, вата или синтепон в качестве наполнителя и игрушка готова. Сейчас у меня вот эти куклы лежат в библиотеке, а когда выставка кончится, я их заберу домой и буду с ними играть. Потому что они красивые и в них есть душа. По краевой грантовой программе «Социальное партнерство» во имя развития сотрудники Моторской библиотеки получили 70 тысяч рублей. На эти деньги закупили необходимые для изготовления кукол материалы, литературу, швейную машинку. Для жителей района уже провели около 30 мастер-классов. С народной куклой решили познакомиться не только маленькие сельчане, но и взрослые, которым довелось подержать в руках такие необычные игрушки в своем детстве. Родители давали нам эти куклы, что они какие-то там обереги или что-то с этим связано. Да и раньше не было же игрушек таких, поэтому приходилось все игрушки делать своими руками. Для малышей проект – это не только знакомство со старинными игрушками, но и интерактивная программа, где они могут услышать старинные песни и принять участие в народных играх, которые известны с глубокой древности. Масленица – моя любимая кукла. Мне она очень понравилась. И еще мне нравится игра народная. Эта игра называется «Мы просто синие». Она моя любимая игра. Есть у народных кукол свои секреты. Это не просто игрушки. Зачастую они имели сакральное значение, использовались в обрядах и отвечали за благополучие. Мир народной куклы действительно волшебный. Их наделяли особыми магическими свойствами. У хорошей хозяйки в доме их было более сотни. Мастерили кукол без использования колющих и режущих предметов, иголки и ножниц. Кстати, можно обратить внимание, что у народных кукол нет лица. Это связано с поверьем, согласно которому в тряпичное тело могла вселиться нечистая сила. Народные куклы насчитывают огромное количество видов. Различные по форме и назначению они сопровождали людей в течение всей жизни. Вообще кукла, оказывается, сопровождала наших предков, наших прапрапрапабабушек с момента рождения. Как говорится, еще и ребенок не родился, а уже маленькую куклу-пеленашку ложили на колени новобрачном. И она сохраняла, как говорится, невесту от худого глаза. Ну, кто-то в это верит, кто-то нет, но, как говорится, это было, это делается, и мы попытались это возродить. С миром народной куклы смогли познакомиться уже около сотни жителей Каратузского района. Выставка, посвященная этим необычным игрушкам, будет работать в библиотеке села Моторское до середины января. И хлеба, и соли, и горька, и цебули. Артем Махальников, Станислав Беркий. Новости. Артем Махальников, Станислав Беркий.